Всем привет! В этом видео мы посмотрим на относительно новую оболочку Samsung, которая называется One UI. Исторически у Samsung было две основных облочки – это всем известная TouchWiz, а также Samsung Experience. Первая версия оболочки TouchWiz вышла еще в далеком 2008 году, но официальный релиз был только в 2010 году и просуществовала облочка вплоть до января 2017 года. Всего было 13 версий с различными названиями, а известная эта облочка широкому кругу лиц с тем, что она очень сильно жрела в оперативную память смартфонов Samsung Galaxy. В 2017 году TouchWiz эволюционировала в оболочку Samsung Experience и перебыла черты дизайна, которые до сих пор ассоциируются только со смартфонами Galaxy. Последний релиз этой оболочки был в августе 2018 года, а неплохое название Samsung Experience, кстати, отошло фирменным магазинам Samsung. Ну и как вы поняли, следующим видом эволюции в оболочках Samsung стала One UI, которую представили в конце 2018 года на конференции разработчиков Samsung. И в этом видео мы пройдемся по большинству фишек этой оболочки, а их здесь на самом деле очень много, поэтому давайте скорее начинать. Итак, давайте начнем, как видим на Samsung Galaxy A50. У нас установлен Android 9.0 Pie, а версия самой оболочки в Android равняется 1.1. Также для вашего удобства здесь слева будет дублироваться экран смартфона для того, чтобы вы смогли как-то четче увидеть детальный интерфейс. Итак, давайте начнем с главной философии этой оболочки. А философия заключается в том, чтобы достать до любого элемента интерфейса 1 рукой. Как видим, сейчас у нас меню располагается таким образом, но изначально оно было таким. Мы можем потянуть сверху вниз и достать до любого пункта. То же самое касается других элементов системы. Давайте перейдем в шторку. Как видим, ярлыки располагаются также и снизу, и яркость также упала вниз. На чистом онд одно время допустим ярко то располагается сверху, а ярлыки и посередине. То же самое касается и системных приложений. Они Они все отрисованы в одном дизайне, как видим, настройки меню у нас располагаются слезу, а основной элемент располагается где-то посередине, и мы можем достать все одной рукой, также здесь как можно все отпускать. Переходим на главный рабочий стол, и слева у нас располагается экран Pixie. На чистом онроде здесь прилагаются всевозможные статьи и их новости, здесь же у нас виджеты с погодой, с гифками, с темами, с твиттером, есть поддержка сторонних приложений, но эта поддержка очень ограниченная, она ограничивается Facebook, Twitter, CNN, Foursquare, все остальное это встроенные приложения, и поэтому этот экран делается по большей части бесполезным, только погода, все остальное какой-то хлам, даже нечего почитать. У Launcher One UI очень много настройок, давайте выделим самые интересные. Первое – это макет главного экрана, где мы можем располагать приложения как в меню, как на классическом андроиде либо на главном экране, как на iOS, также можно изменить сетку главного экрана, а также можно изменить сетку меню приложений. Есть форматы 4х5, 4х6, 5х5 и 5х6. Также из интересного настроек лаунчера можно выделить быструю панель уведомлений, где мы можем свайпом сверху вниз вызывать меню уведомлений. На чистом андроиде такого нет, если эту настройку здесь отключить, то у нас будет в обоих случаях вызываться меню приложения, как свайпом снизу вверх, так и свайпом сверху вниз. Облочка One UI является достаточно кастомизированной, давайте перейдем в настройки лаунчера и здесь есть такой раздел темы. Перейдем в тему и здесь можно установить стороннюю тему и сторонние значки. Давайте нажмем на какую-нибудь рандомную тему и посмотрим, как у нас изменится система. А изменится у нас главный рабочий экран, меню блокировки и сторонние приложения. Телефон, сообщения и тому подобное. Также можно установить сторонние значки. Сторонние значки с Google Play, к сожалению, не устанавливаются, выбор ограничивается только этим приложением Galaxy Store. Поэтому, если вы что-то не смогли найти под себя, то извиняйте. Одной из главных особенностей One UI является поддержка темной темы. Давайте посмотрим, как она выглядит немножко подробнее. Так у нас выглядит шторка уведомлений. Сами уведомления приходят серый цвет, а сама шторка превращается в глубокий черный цвет. В меню у нас также выглядит общий икон, глубокий черный, а необходимые разделы подсвечиваются черным. По опыту могу сказать, что это намного лучше, нежели чем полностью все глубоко черное, потому что когда я посидел пару дней на Android QBeta One, там все глубоко черное, и это на самом деле давит на глаза, когда разделы подсвечиваются серым, это все-таки лучше, намного легче читается все в цифрах. Помимо настроек и шторки уведомлений, в темные темы у нас также приходят все родные приложения. Давайте, допустим, откроем приложение. Телефон. Вот также глубокий черный цвет, необходимые разделы подсвечиваются серым, так все выглядит. Допустим, приложение Radio, я его уже показывал, так это все выглядит. В чем прикол темной темы? В том, что она очень сильно бережет энергию. На Super AMOLED дисплее черный цвет не подсвечивается, соответственно, вы не тратите энергию на изображение этих пикселей, а энергия тратится только на изображение белых пикселей. Считайте, что сейчас 80% дисплея не работает и тем самым нам бережется энергия. Но давайте также покажу, как выглядит светлая тема. Перейдем в настройки, дисплей и отключим ночной режим. И, как видим, вот так вот это все выглядит. Все достаточно яркое, белое, мечток уведомлений, родное приложение. Давайте откроем телефон. Вот он поменял цвет. То есть все гармонично. В этом плане дизайнеры Samsung молодцы. Следующая интересная функция лаунчера на One UI можно сделать упрощенные анимации. Сейчас они у нас включены, давайте посмотрим, как они выглядят. Допустим, открою телефон. Видим, анимация у нас переходит из такого. Приложение просто как будто бы растворяется на экране телефон. Потихонечку открывается. Переводчик. Ну я думаю, вы поняли. Давайте откроем теперь снова настройки и уберем упрощение анимации. Теперь у нас все это открывается такими вот рывками. Из приложения анимация происходит калькулятор, также переводчик. Почему я отключил это? Потому что на самом деле происходит небольшой лак в прорисовке анимации, и поэтому я это все дело отключил. И с этим, как мне кажется, телефон работает немножко плавнее. То есть с упрощенными анимациями все это выглядит намного приятнее, нежели чем когда эти происходят рывки. Следующая интересная настройка One UI это навигационная панель. Как это все выглядит今 сп war? Справа у нас располагается меню многозадачности, по середине кнопка «Домой» и слева кнопка «Назад». Переходим в навигационную панель. И мы здесь можем включить жесты полноэкранного режима. Давайте мы их активируем и теперь когда я делаю свайп по середине я перехожу «Домой» и делаю свайп справа я перехожу в меню многозадачности. Я делаю свайп слева я перехожу «Назад». Давайте поменяем их местами. Их можно отзеркалить. Чтобы свайп справа переходил «Назад». Или как самый автразатор». То есть у нас все это таким образом отзеркаливается. Samsung дает выбор, что достаточно прикольно. Чем всегда славились Samsung, так это тем, что они позволяют редактировать то, как у нас все выглядит на нашем дисплее, точнее цветопередачей. Здесь есть 4 основных режима. Это адаптивный дисплей, фотоамолед, фильм амолед и основной. Давайте я покажу, как выглядит каждый режим. Адаптивный дисплей, цвета становятся более такими насыщенными. Также можно вручную регулировать баланс белого. Это теплые оттенки, либо холодные оттенки. Также есть дополнительные настройки, где мы можем настраивать красные, зеленые, либо синие тона экрана. Давайте перейдем к следующему разделу. Фильм амолед. Цвета становятся такими тусклыми, приглушенными. Следующий фотоамолед. Что-то среднее между адаптивным дисплеем и фильм амолед. И основной. Цвета тоже становится такими приглушенными. Давайте попробуем рассмотреть разницу между основным и фильмом. То есть фильм чуть-чуть более ярче, чем основной. Давайте я оставлю основной. Мне цвета приглушенные нравятся немножко больше. Давайте перейдем к следующей настройке. Это экран блокировки. Она заслуживает отдельного внимания. Первое, на что стоит обратить внимание, это параметры защитной блокировки. Если вы являетесь очень крупным чуваком, допустим, вы чиновник, у вас хранятся какие-то данные государственной важности на вашем телефоне, то эта функция вам очень поможет. Если вы, не дай бог, потеряли ваш телефон, и кто-то его нашел, попытается 15 раз ввести неправильный пароль, все, данные сотрутся, и вы не будете переживать о том, что кто-то сможет видеть эти важные данные. А также блокировка сетей и функции безопасности. За что она отвечает? Если мы блокируем телефон, и если мы его, не дай бог, потеряли, то тот, кто его нашел, не сможет отключить и от экрана блокировки ни Wi-Fi, ни мобильные данные. Потому что если он сможет это отключить, то мы считаем, что с телефоном попрощались. А так как он их не сможет отключить, и пока телефон будет жить, пока у него будет держаться батарейка, мы сможем через компьютер клировать функцию, найти телефон и попытаться как-то его перехватить. Мы увидим на карте, где он находится. Так что эта настройка очень полезна, ее не следует отключать. Следующая известнейшая функция, которую Samsung не придумал, это Always On 10. Давайте мы ее включим и посмотрим, что здесь можно регулировать. А регулировать здесь можно, во-первых, режим отображения, когда он будет показываться всегда, либо можно отображать его по графику. Также можно показывать сведения о композиции. Например, играет у вас песня, вам не нужно разблокировать телефон, чтобы вы видите, что у вас играет вы и так это видите. Также мы можем поменять сведения о том, как у нас ведет часы. Давайте посмотрим, стиль часов, пол и сен дисплей. И таким образом мы можем менять здесь такой вот дизайн, такой, такой и действий достаточно много. Прикольно, в принципе, подкусок цвет к каждому подойдет, даже если вот такой вот зачек. Точнее, можно добавить себе анимацию, календарик, и можно вот поставить что-то свое из магазина приложения. Следующая интересная настройка в One UI, это Face Fidget. Такого нет на чистом андроиде, скорее всего, точно никогда не будет. Что здесь можно сделать? Можно активировать 4 виджета. Это музыка, расписание на сегодня, следующий будильник и погода. Я сейчас не буду блокировать телефон, иначе у меня спадет запись. Но что можно делать? На экране блокировки мы можем делать вот такие вот свайпы слева направо, либо справа налево и переходить между этими виджетами. Для того, чтобы нам не разблокировать телефон и, допустим, не смотреть расписание на сегодня, можно все это сделать из экрана блокировки. Ну а также Samsung большие молодцы, чтобы позволили редактировать релыки приложения на экране блокировки. Как это выглядит сейчас? Здесь есть два приложения слева и справа, то есть телефон и камера. Мы можем это регулировать тем, чтобы, допустим, случайно не включить их, нужно будет удержать, и тогда эти два приложения появятся. Также мы можем регулировать, что вообще за приложение у нас здесь будет отображаться. Можем вместо телефона, допустим, поставить ВКонтакте и тому подобное. Давайте перейдем к меню многозадачностей. Что здесь можно увидеть? Во-первых, у меня какой-то баг, у меня переключается только по одному приложению, нужно вот так вот свайпать, это достаточно неудобно, один раз у меня активировалось так, что можно было свайпать нормально, продолговато, то есть приходило много сразу приложений, но приходится свайпить вот так вот по одному, поэтому это немножко неудобно. Что можно делать в меню многозадачности? Здесь можно не только активировать функцию раздельного экрана, как на чистом Android, в принципе, то есть так можно активировать практически любое приложение, которое поддерживает этот режим, а поддерживает абсолютное большинство, То есть вот так все у нас выглядит, работаем отдельно в каждом приложении. Но Samsung не была бы Samsung, если бы не добавила дичь, а конкретно режим всплывающего окна. У нас практически любое приложение может превратиться в маленькое окошко, где мы можем регулировать его размеры, вот так вот, как мы только хотим. Также мы можем редактировать его прозрачность, то есть от минимального до максимального. Может, давайте перейдем настройки Wi-Fi, делаем назад. Также мы можем его свернуть, вот такая вот маленькая окошечка. Также можем его развернуть обратно, либо полностью закрыть. И еще одна небольшая особенность, меню многозадачности в One UI. Если мы открываем меню многозадачности, то у нас переходит не на то окно, которое у нас уже открыто, а на следующее, это экономит на самом деле доль секунды, но это на самом деле еще и удобно. Нам не нужно делать дополнительный свайп слева, а мы просто сразу нажимаем меню многозадачности и тапаем на то приложение, которое нам нужно открыть, это очень удобно. На чистом андроте такое, к сожалению, не продумали. Переходим к уведомлениям, здесь есть две очень интересные настройки. Это, во-первых, у нас отображение количества пропущенных уведомлений. На чистом андроте у нас отображается просто точка, а здесь как на iOS, то есть показано, что одно сообщение пропущено, будет 10 пропущено, будет отображаться 10. Можем также нажать, и у нас здесь свечивается уведомление, при этом это все как на чистом андроте. Но также есть настройка всплывающих уведомлений. Это у нас как маленькое окошко, как я уже показывал, нажимаем на него, и у нас показывается вот такое миниатюрное приложение, которое у нас пришло уведомление. Мы можем опять же тут все регулировать, так же, как и предыдущих настройки. Ну, в общем, нам приходят уведомления, у нас высвечивается такое окошко, и мы можем сразу сюда перейти, что-то ответить. Допустим, давайте ответим привет, отправить и закрыть. И вот так. И нам не нужно переходить на это приложение. Возможно, для кого-то это будет удобно, но сам факт того, что эта функция есть, она не лагает, что достаточно прикольно. Также давайте покажу вам, сколько у нас здесь есть ярлыков в шторке уведомлений. А ярлыков здесь очень много, Samsung прям постарались. Но помимо стандартных, начиная от Wi-Fi, заканчивая до фильтром синего, когда экран становится желтоватым, чтобы у нас не уставили глаза, здесь также есть такие настройки, как навигационная панель, чтобы сразу можно регулировать, либо у нас будут три кнопки, либо будет все по свайпам. Также есть ночной режим, то есть из черного-белого переходить полусом, диспл можно активировать из шторки уведомлений, но я это спрятал, потому что я этим не пользуюсь. Есть детский режим, есть также режим Smart View и хранилище. Режим Smart View у нас отвечает за быструю передачу данных, это некий аналог AirDrop у Apple. Переходим к звуку. Здесь есть одна настройка, которая порадует очень большое количество людей, те, кто использует чисто Android. Объясняю. На 8-м Android у нас по умолчанию регулировался звук уведомлений, то есть звонка и входящих уведомлений. На 9-м Android сделали по стандартному настройку звука приложений, то есть мультимедиа. В Samsung One UI это можно регулировать. Либо я использую мультимедиу, как на чистом Android 10609, либо как на 8-м, чтобы у меня регулировался звук звонка, то есть уведомлений, что достаточно удобно. Нам опять же дают выбор. То есть Samsung в этом плане молодцы, кастомизация прям на каждом уровне систем. Следующие интересные настройки звука, это расширенные настройки звука. Давайте я просто вам покажу, вы сами все поймете, я не буду особо комментировать, можете поставить на паузу и все это почитать на много деталей. Здесь есть режим Dolby Atmos, который активируется только в наушниках. Есть эквалайзер, где здесь можно регулировать вот таким классическим образом, либо новомодным, такие вот типа барабаны. Всевозможные настройки, я не меломан, поэтому не особо увлекался, можете поставить на паузу и почитать. Также есть настройка Adapt Sound, выбор оптимального звука. Можете все опять же почитать, поставить просто на паузу. У нас есть помимо гугловской синхронизации, есть Samsung-овская синхронизация, она также дает 15 гигабайт хранилища, то есть как Google, и здесь есть собственная синхронизация, допустим, выбираю вот этот, и у нас можно синхронизировать все стандартные приложения, начиная от телефона, заканчивая документами. Также у нас есть следующий режим, он называется простой режим, я его называю режим для бабушек, нажимаем его, активируем, что у нас происходит, у нас увеличивается масштабирование до максимального размера, насколько возможно. Выглядит это все вот таким вот образом, если у вас есть пожилые родственники, то это, конечно, им будет намного удобнее пользоваться смартфоном, нежели чем там какие-то мелкие кнопки. Вот у нас есть отдельная кнопка для вызова меню, также слева экрана у нас пропал экран Bixby, а здесь можно добавить виджеты избранных контактов, тем самым нажав один раз, сразу пойдет звонок, нефть ему контакту, очень удобно, также есть отдельное приложение лупа, если что-то не видно, камера приближается, и будет лучше видно, что отображается. Также на One UI есть отдельный лаунчер, он называется Game Launcher, если мы его активируем, то у нас появляются игры на отдельном экране, давайте мы его сейчас активируем, Game Launcher, также у нас активируются функции всякие дополнительные, это из разряда записи экрана, делать дополнительный скриншот, блокировать кнопки и тому подобное. Также в One UI есть двойной профиль приложения, где мы клонируем какое-то конкретное приложение, видим, он здесь не густо, здесь только Telegram, тот же ВКонтакте не поддерживается, но, допустим, в случае Telegram это не нужно, потому что в Telegram уже есть внутренние переключения кнопок, но также мы здесь можем клонировать отдельный список контактов. Давайте я вам покажу движения и жесты на One UI, они здесь очень необычные, допустим, смарт-отключение, пока вы смотрите на телефон, экран не погаснет, смарт-уведомление, если вы берете телефон, и у вас есть какие-то подключенные звонки, то телефон задреблежит, активируется вибрация, простое отключение звука, если у вас играет бутинник, либо кто-то позвонил, просто переворачивайте экран, и он затухнет, также можно включить режим работы одной рукой, давайте я покажу, как он работает, мы его активируем, есть два перехода из краев, но у меня почему-то не получалось, либо вот кнопка «Домой» три раза, нажимаем три раза, и экран становится вот таким вот маленьким, то есть если у нас прям совсем маленькие ручки, то это нам может достаточно сильно помочь. Ну а также последний жест, это снимок экрана ладонью, он у меня сейчас не будет работать, потому что у меня происходит запись экрана, но мы можем вот так вот взять руку, провести вдоль экрана, и у нас делается скейношот, не нужно нажимать на какие-то кнопки, кому-то может быть удобно, я это нахожу немножко фриковатым. Также на One UI здесь есть очень расширенный режим специальных возможностей, если сейчас просто буду открывать все подряд, вы можете ставить на паузу, там где вам необходимо, и читать это все, то есть для людей, у которых есть ограниченные возможности, это прям реально круто, здесь есть очень много настроек, Samsung в этом плане большие молодцы, давайте я вам сейчас расскажу, где нужно там поставить на паузу, как я уже сказал, если я это буду комментировать, у нас видео затянется еще на полчаса, но вот так вот это все выглядит, надеюсь, кому-то это очень сильно пригодится. Еще одна фишка Samsung Galaxy One UI, здесь есть что-то типа обслуживания устройств, как на китайских оболочах, где мы можем выбрать батарею, память ОЗУ, у нас здесь встроенный какой-то оптимизатор, можем это все оптимизировать, можем посмотреть расходы по батарее, можем посмотреть память, что у нас занимает, что мы можем очистить, также касается оперативной памяти, сколько используется, сколько доступно, сколько зарезервировано, можем очистить, увеличить производительность, у нас в самом деле все это потом обратно погрузится, и безопасность, тут у нас активируется антивирус от MacAffy, но это все на самом деле полная ПК, я не советую вам никогда оптимизировать, потому что система не так достаточно безопасна, это просто партнерское приложение, которое нам по факту ничего давать абсолютно не будет. Ну и последняя особенность, которую я хочу искать в One UI, здесь есть встроенный буфер обмена, допустим, давайте мы что-нибудь скопируем, и у нас это сейчас все будет скопировано в буфер обмена, я прихожу сюда, буфер обмена, и у нас влазит вот такое вот окошко, где мы можем посмотреть, что мы когда-то копировали, здесь даже есть приложение, то есть скриншоты, и вот я скопировал отвечает, а но здесь это все появилось, вот кстати сценарий этого ролика, который я сейчас снимаю. Ну и из того, что нам сейчас недоступно, это голосовой помощник Bixby, фирменный от Samsung, к сожалению, он не работает на русском языке, поэтому вместо него у нас предустановлен Google Assistant, с которым мы можем вот таким вот образом разговаривать. Ну а также на Samsung в серии Galaxy S или Note у нас присутствует боковая панель, где мы можем вызвать ее, и у нас там будут появляться всевозможные бичты, которые мы также можем настраивать. В этом смартфоне Galaxy A50 такого нет. Давайте быстро пробежимся по минусам. Первое, что мне не понравилось, в стандартных приложениях нельзя установить другую галерею, то есть только родная галерея, Google Photo я допустим не могу установить. На минимальных задачностях, по крайней мере, у меня перелистывает только одно приложение, как бы я не старался сильно это все крутить, только об одном приложении, и это достаточно неудобно. Следующий минус, это встроенные приложения, приложения от партнеров, просто посмотрите сколько их здесь я отключил, брифинг, Facebook, Office Mobile, OneDrive, Яндекс, какой-то словарь, защищенная папка, это родное приложение, но здесь есть также очень много родных приложений, которые прям мусор, их нельзя отключить, их можно только вскрыть, кстати, еще один плюс в One UI, к лаунчере можно сказать приложение, я забыл об этом рассказать, но настройки к лаунчер, это все можно найти. Следующий минус в One UI, допустим, на чистом андроде у нас есть, глупо, когда мы движим курсором на One UI, этого нет, при всех ее плюсах и достоинствах, к сожалению, такую маленькую деталь, они не смогли завести. Вот такая вот она One UI, давайте быстренько пробежусь по интерфейсу, может быть, вам еще этого не хватило, настройки, как-то все выглядит, вот так вот дисплей, может посмотреть на анимации, ой, эллоэфран, простите, так, экран Bixby, может посмотреть на плавность работы, Samsung Galaxy A50, если вы его рассматриваете, покупки, байтфай, подключение, ну, так вот у нас все выглядит, минимумы задачности, надеюсь, что вам понравился этот обзор, и переходим к концовке. В принципе, я попытался рассказать обо всех самых интересных функциях, которые я смог найти в оболочке One UI. 90% перечисленного нет на чистом Android, по крайней мере, на девятой версии, так что у Google есть целое поле для обзаимствования новых фишек, как в принципе всегда и было. Если я что-то пропустил достаточно интересное, а вы являетесь опытным пользователем Samsung, то можете написать об этом в комментариях. Также пока Samsung Galaxy A50 у меня на руках, я его не продал нож, типа задавать какие-нибудь вопросы по оболочке, я обязательно постараюсь на все ответить. Спасибо большое, если досмотрели это видео до конца, не забывайте ставить пальцы вверх. Следующим по плану полный обзор Samsung Galaxy A50. Телефон получился достаточно неоднозначным, но об этом подробнее в полном обзоре, так что подписывайтесь на канал, увидимся в следующих видео, всем удачи, всем пока!